МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА З НАДЫХОДАМ ЛЕТНІХ КАНІКУЛАУ АКТУАЛЬНЫМ СТАНОВІЦІ ПЫТЕННІ БЯЗПЕКІ ДЯТІЙ У ГЭТЫЙ ЧАС Спеціалісты усіх адказных обласных структур провяли брифінг, падчас якого агучили основные причины травм і смяродных выпадкав зуделам неполнолетних. І рассказалі пра меры профілактики, які дазволять провести колькась падобных выпадкав да минимальна махчымы адзнаки. Сярод причин нешасных выпадкав – адсутнасть занятості неполнолетних і неналежная ставлення дорослых до бяспеки дятей. Торкі за 4 місяця гэтага года у регіоне зарегістровано 8 фактов гібелі неполнолетних. І не завсёді гэта праблема ся міськат і горы повышаные ризыкі. А дня шасных здареньів ніхто не застрахованы. Справа хочай у адсутнасті уваги да дятей з боку батьков. Не оставляли їх одних без присмотра, потому що зачастую даже минутне какое-то оставлення дітей. У нас буквально недавно ребёнок упав з дивана. Кажется, диван не таке высоке. Иногда у нас здесь і сокон падають, к счастью, остаються живими. Тут упав з дивана і погиб. Ребёнок откусил морковку, подавился, погиб. То есть очень много существует таких опасностей, на которые родители должны обращать внимание. Діти, які застаються без уваги батьков, часто отримлюють травмы, як говорится, на ровном місце. Випадает звук на заслабо усталеванных москитных сеток, опарваются кипятнем, отрушиваются леками, які дорослые покинули на башеном місце у кватеры. А с открытием купальних осезону Великую небеспеку проставлять водоёмы. Необходимо думать о безопасности детей, начиная с купання в ванной, где происходили в прошлом году несчастные случаи, до организации купання в наших водоёмах. Потому что безопасность детей при купании достигается выбором места для купания, правильной её организации и также правильной и хорошей профилактической работы. До нешасных о выпадку могут привести и неналежные относины помеж батьками и детьми. Зарегистрованный выпадок, коли дзявчина спробовала соскочить с моста за того, что не сдала сессию и боялась реакции батьки. Специалисты лишат, что дорослые за все, да повинны быть на боку дитя, размовлять с ними о проблемах, супакуивать, а не покидать их без догляду. Тем более, зараз есть махчимасти уладковать подлетку в лагерь отпочинку и изнасти инши корыстных заняток на лето. Специалисты дают разные пропоновы, организуют мероприемства за кошт бюджету. Головное, как дорослые прислухались. Евген Паблавец, Игорь Марышенко, телерадокомпания «Гомель». Станы перспективы развития медицинского обслугования насельництва «Гомель» обмерковали депутаты городского совета суместно с медиками. У приватности удельники выездного посяжения наведали установы оховы здоровья Новобелецкого района. Дмитрий Котов с подробностями. На территории Новобелецкого района зараз и деактивная забудова узводятся новые шматповерховые дамы. Недахоп медицинских установ для обслуговывания насельництва уже отшувается. Особливо актуальна эта проблема в 94-м, 96-м и 104-м микрорайонах. На выездном посяжении депутаты горсовета разом с медиками обмерковывают шляхи выправления ситуации. И они наведуют филиал номер 3 Центральной городской стоматологичной поликлиники, где денежуют два отделения – ортопедичная и лечебная. Колькость юных пациентов у опошней годы резко взросла, и приемы доводится проводить одночасово с дорослыми. Лучше, когда мы централизуем и соберем всех специалистов для оказания детской помощи непосредственно на одних площадях. То есть ортопедическое отделение мы передадим городской поликлинике номер 1, где оно также есть параллельно функционирует, но оказывает медицинскую помощь как населению Гомельского района, так и 104-му микрорайону. То есть это позволит централизовать на одной базе всех необходимых специалистов. Там у нас будет полноценная ортопедия, где будут изготавливать протезы, импланты, все это вставлять. А здесь непосредственно лечить детей. Яши один из подходов до повышения якости и доступности медицинского обслугования насельства Новобелецкого района – пошук новых помешканев. До прикладу можно выкористовывать у якости поликлиник свободные площадь предприемства альбо интернатов. Иснують и иншие варианты. Как временный вариант, это во всех микрорайонах такое было в 80-е годы в Волотове. В трехкомнатной квартире существовала поликлиника детская очень долго. Но надо найти вариант, вплоть до того, что возможно на первом этаже временно частник какой-то квартиру, который построил, да, сдаст в аренду под конкретные такие цели. И этот вариант надо посмотреть, посчитать, насколько он удобоварим. Распоряджением Гомельского гарвыконкама принятый комплекс мероприемств, який дозволит повысить доступность медицинского обслугования. И он предуглеживает организацию работы диагностичных кабинетов с 8 до 20 годин. А клиника диагностичных лабораторий – по индивидуальным графикам. Так само от керовников поликлиник потребуется забеспечить дежурство отказных администраторов с 6 годин 55 хвилин. Прием пациентов повин вестися строго в призначенный час. А кроме того, треба повеличить колькась месяц для записи праз интернет и организовать взаимозамяненность урачов профильных специальностей помеж установами аховы здоровья. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У лютым гэтага года телерадиокомпания «Гомель» суместно с управлением адукацией гомельского абл-выконкама обвестили кастинг дитячих телевядучих «Юная Телезорка». Больше, как 80 переможцов районных отборочных туров выпробовали свои силы у полфинале. Подробязности из места падей у репортаже Юлий Борисовец. Кастинг «Юная Телезорка» у самом разгаре. Таленты из всей области уже успели представить на обмерковании журы свои визитовки, рассказать про себе у тековой форме, час доведаться про творчая затекавленность конкурсантов, кто сте буде ураживать песней, кто сте танцевать, декламовать верш, альбо заявить про себе у оригинальным жанры. У полфинале на сцене Гомельского областного драматичного театра больше, как 80 удельников. Тех, кто на региональном отборе подтвердил свое право на выступление, журы, вызначая лепших, адразу по некальких критериях. ГТИ-артистизм, и фотогенічность, и добрая дикция. Талантливый человек, талантлив во всем. Петь, танцевать, читать стихи легко. И это все о нас. Приручи меня. Но у меня так мало времени. Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи. У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями. Безумовно, выступление кожного варта уваги. Але все ж таки, как у войска в финал, треба объективно соотнести уласные ожидания с реальными махчымастями. Про это добро ведут удельники со Светлогорску, тому, как уразить журы и глядачоу, демонструют свои лепшие якости. Каждый детский телеидущий обладает разными качествами. Каждый считает свое качество лучшим и подбирает под себя именно те качества, которые ему нужны. Нужно быть более эмоциональным, нужно быть смелым, нужно уметь импровизировать, нужно сделать так, чтобы тебя запомнили. Усех этой якости спотребятся у наступным конкурсе читание с паперы информационного поведомления альбо урывку с мастацкого твору. Головная задача – донести новины до публики так, к обжуре захопилося. Конкурс подобного рода мы проводим впервые. Это у нас, скажем так, кроме ласточка. Надеюсь, что все получится. И самое главное, я очень надеюсь, что после проведения этого конкурса мы не ограничимся, и потом мы выйдем на создание новых интересных телепрограмм, предназначенных для детей и для юношества. Любые творческие конкурсы для школьников – это очень важно, потому что именно в детстве формируются те профессиональные будущие качества, которые выбирает сегодня сам ребенок. Переможцов по финалу и удельников заключного этапа выберут шляхом закрытого голосования. На протягу двух ден журы будет вызначать лепших. Выники будут размешаны на офицейном сайте телерадиокампании «Гомель». Имену владальника уголовного призу, заключение контракту на створение и ведение детячей передачи у промым эфира «Беларусь-4» станут вядомыми у червени подчас промой трансляции на телеканале. Сочетесь за эфиром, примайте уделу смс-голосований, якое будет открыто подчас эфиру. Юлия Борисовец, Валерия Гопанько, телерадиокампании «Гомель». Сегодня у Гомельским державным Мастацким колледжи стартует другий открытый областный фестиваль-конкурс «Майстер». Его удельниками станут навученцы детячих школ мастацтва и профильных установ адукации Беларуси, Украины и России. Программа фестивалю-конкурсу накеравана на адраджение национальных традиций и выявление новых талентов. Мероприемство будет продолжиться некольки джон. Его выники подведут 26 мая. И еще один конкурсный марафон начинается сёння. На базе санатория «Золотые пяски» 44-й республиканский взлет-конкурс отрадов юных инспекторов дорожного руху с бяре 80 детей с Беларуси и России. Прочистая церемония открытия отбудется сёння у вечера на набережной раке СОЖ. Затым на протягу некольких дён пройдуть конкурсные выпрабывания. Имены переможцам назовут 28 мая. Вскрыня Пандоры. Фантастичный сусвет Сергея Протянкова. Выстава под такой назвой открылась у Палаца Румянцевых и Паскевичев. Материал, с яким працуе майстер, это металл, а пензали фарбы яму заменяют дриль и адвертка. Это уже третья выстава Сергея Протянкова, якая проходить у залах палаца. Усе скульптуры выключены ручной работы. Кожная складается сотен розных элементов. Запчасток для автомобилей, бытовой техники, компьютеров. Промянение, знаешь ли, навод дворники от троллейбуса и люстерка. Зараз у коллекции под назвой «Скрыня Пандоры» 20 экспонатов с металлу. Цекаво, что аутер не признает зварку и паянне. Усе сучлене не повинны быть живыми, руки и ноги рухаться, паще открываться, зубы пстрыкать, а вот же гореть. Свой фантастичный сусвет майстер створал на протягу десяти годов. На одного персонажа потребны месяцы, кали не годы. Я не делаю сразу одну работу. По мере поступления материала я делаю работу. Иногда заканчивается у меня материал на одну работу, я делаю вторую, на которой есть материал. У меня вместо красок металл, палитра. Я в спорте. Гандбольный клуб «Гомель» припынил шматгадовую гегемонию БНТУ «Белазу» уже ночам чемпионате Беларуси. Гандбалистки со столичного региона не соступали никому золотые медали, починаючи с 2009 года. Гомельчанки два сезона «Запр» займали другое место. И вось долгачеканная перемога. Медали и кубок новоспеченной чемпионки отримали перадродными трибунами. На историчном для гомельского гандбола матче побывал Максим Савин. Областный центр финальной серии до трех перемог переехала прилику 2-1 на корысть Гомеля. На старте гульни болельщикам довелося похваляваться. Шерах помылок, неуполненная гульня у атации и до середины стартовой половы гостя Вялим 5-1. И вось тут мандраж сошел. В этом посприяла и добрая гульня на опошнем рубяжи Валентины Кумпель. Рывок 4-0 и лик уже ровный. Далей гульня ишла мяч у мяч. Гомельчанки не раз догоняли соперника, однако высти на перад не отримливалось. На перапына команды пошли прилику 10-9 на корысть БНТУ. До середины другой половы картина гульни не изменялась. На 46-й хвилине Диана Ильина у першыню вывела господинь на перад 16-15. Далей догоняли уже гостя. Кропку за 26 секунд до финальной сирены поставила Диана Ильина. Реализовавши штрафный кидок она сняла все пытания переможцам. У застал 60-час мячанки закинули, однако это уже ничего не выращало. Перамога с ликом 22-20. Гомель у першыню стал чемпионом Беларуси. Это очень потрясающе. Мы безумно рады. Это было нашей целью. У нас стояли задачи выиграть все три кубка. Кубок Беларуси, Балтийский либович чемпионат. И мы выполнили все три пункта. Поздравляю всем девушкам, которые выдержали. Просто на всех тренировках было очень мощно. За них работали все всегда ругались, смеялись. Всегда надо быть руганцем, смеяться. Все равно молодцы. Мужчинская команда гандбольного клуба Гомель так само завершила сезон на мажорной ноте. Гомельшане стали уладальниками бронзовых медалей в чемпионату. У серой за третье место яны зликом 3-0 обыграли Гродинский Кронан. Для Гомеля это третья бронза-Запар. Радуюсь, что в этом сезоне команда прибавила. Команда сделала большой шаг вперед. Это было заметно по играм с АСКА, по играм с Брестом. Поэтому даже с командами Гродно Машека достаточно уверенно играли. За счет этих игр, наверное, мы подтянули все-таки к концу сезона наш второй состав. Вогуле опошние три сезоны пьедыстав Мужчинского чемпионату не изменяется. Золото знов у БГК. СКА на другим местом. Максим Савин, Яуген Макенко, телерадиокомпания Гомель. И на этом наш ранешний выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жадаем вам удалого дня. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова